Всем привет! Это Entire Music. Сегодня я покажу, как избавиться от треска в звуке в FL Studio. В общем, многие сталкиваются с такой проблемой. Ну и она довольно-таки известная, популярная. Вот. И многие думают, что с ней можно легко справиться, скачав драйвера ASIO, допустим. Ну, кстати, сейчас в FL Studio они устанавливаются. Показываю, где установить драйвера, выбрать нужные. Вот. Settings. Options. Это нам надо. Audio Settings. Вот. Открою их. Ну и вот тут все эти вкладки. Вот в Audio Settings, получается, мы выбираем вот здесь драйвер. У меня есть ASIO Fall, но что-то там не получается так, чтобы играл звук. Я пробовал устранить проблему, но в принципе, меня устраивает и FL Studio ASIO. Тут тоже я выбрал буфер большой. Вот. Ну ладно, теперь по сути, по сути, это нам не поможет. Почему, сейчас покажу и объясню. Включаем. Ну, такой спокойненький, даже не бит. Ну, в общем, сейчас услышите. Тут чисто используется пять плагинов контакта. И то, учитывая, что они немножко там отищены, есть такая вот функция, тут Purge, и мы жмем Update Sample Pool. Вот. И тогда у нас, допустим, вот в этой дорожке, пианино, допустим, используют те сэмплы, ну, загружаются те сэмплы, которые мы используем в дорожке. Ну, это, опять же, это только освобождает оперативную память. Вот. Ну, я, честно говоря, не знаю, каждый раз надо это делать, когда заходишь, так и сохраняется уже в проекте. Ну, на всякий случай сделаем. А, ну вот, хотя вот, вот, показывается оперативная память, сколько в ней занимает сэмпл. Ну, тут таки мало. Вот 190. Сейчас попробуем сделать. Мегабайт поменяется. Оп. Стало 12 мегабайт. Ну, да, оперативку мы освободили, в общем, как могли. Но. Треск. Заикание, заедание. Я даже не знаю, как у меня в этот момент записывала камера, но, в общем, ну, Banecam я имею в виду с экрана. В общем, треск был. Ещё раз попробую, если вдруг первый раз не получилось. Вот, вот. И вот, вот у нас индикатор процессора загруженности. И он был забитый. Вот оперативная память. Оперативки у меня вообще 4 ектара. Но используется, как бы, в этом только 2. Может, из-за того, что у меня 32-разрядная винда. Вот. Ну, такая проблема остаётся. В общем, для этого нам надо разгрузить процессор. Тоже много всяких методов, способов. Искал, пробовал. Ничего не помогло. Вот, помогла. Вот такая вот штука. Настройка в папке, в вкладке Project. Где Time Division мы выставляем. Не 96, как стоит. Ну, тут может стоять чуть больше. Я не знаю, честно говоря, точно, что это за параметр. Это Time Base. Но. Я вот выставлял, по-моему, 48. Сначала я думал, это чисто на вид влияет. Но, как оказалось, нет. Я потому что могу растягивать так же сам. Вот, слушаем теперь. Вот. Процессор ещё загружен. Но уже чуть-чуть получше. Options Audio Settings Project. Вставляем вообще 24. Слушаем. Вот, уже получше. Но был один небольшой треск. Но это, возможно, из-за того, что у меня включена камера. Но так, 74. Вот, процента максимально было. 72. 75. 80. Ну, в общем, такие вот пироги. Так вот мы разгружаем процессор. Ну, качество звука, по-моему, не теряется. Но при микшинге какая разница. В принципе, там выставляется всё это, обработка для сохранения. Вот. Ну, и вообще я сохраняю чаще всего сейчас биты через Cubase. Но это, может быть, как-нибудь покажу в другом видео уроке. Ну, вот. В принципе, всё, что я хотел показать, сказать. Подписывайтесь на канал. Будут новые видео. Ставьте лайки. Хотите, ставьте дизлайки. С вами был Entire Music.